Здравствуйте, друзья и коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега из Омска, трейдер и алго-трейдер Сергей Смалев, группа РД. Я думаю, все ее хорошо знают. Сергей, приветствуем вас! Всем добрый день! Мы рады, что вы пережили вчерашний день. Это уже хороший знак. Как идет ваша торговля на этой неделе? Что интересного? Ну, последние две недели достаточно веселые на рынке. Оставалась часть стратегии, я пока их приостановил, потому что в первую очередь они предназначены для бокового рынка. При таких размашистых движениях они уже не так себя хорошо чувствуют. Но благо, такие волнистые движения не так часто бывают. Я понял. Ясно. Здесь получится сегодня более такой философский подход. Сегодня в ночь закрылась последняя пара. И дальше уже так смотрим с осторожностью, когда будет более-менее понятно, куда же они двигаются. Хорошо, мы поняли. А давайте тогда начнем с конца. А вот на этом, на всем волнистом движении и размашистом движении робот смог заработать или потерял? Ну, так как он диапазонно-разворотный, в первую очередь, не трендовик был настроен, поэтому он ждал откатных движений. Но здесь, соответственно, один уровень, второй, третий и рынку фиолетово. Я понял. Робот заработал. Вот как сейчас? Ну, сейчас получается убыток небольшой. Убыток небольшой за март, по месяцу марта, да? То есть по поршилю весьма немного. А именно вот если брать отдельно стратегию, которую все наблюдают, по ней получается минус 16. Все-таки сегодня закрылось. Но можно было 8-10 остановить этот беспредел. Вы вручную не стали вмешиваться? Да, я решил все-таки досмотреть. Получится, не получится. Все-таки вроде были предпосылки, а он просто таким вот зигзагом и по каналу дальше добивать. По каналу дальше. Я понял. Ясненько. Ясненько. Ну, то есть ваша рекомендация еще раз жизненным опытом последних двух недель подтвердилась, что в размашистое движение в тренд лучше робота не включать, скажем так. Ну, включать можно, но если ему задавать направление в этот тренд. А, если его настраивать как трендового, скажем так. Да, то есть в базовом варианте он работает в две стороны. То есть когда рынок флетовый, то есть у нас нет ярко выраженного движения, мы собираем в две стороны. Ну, собственно, есть сеточные стратегии, они хороши тем, что они и в тренде могут работать от коррекции. То есть она идет, мы что-то собираем. Цена скорректировалась, мы поднабрали объем и дальше по этой трендовому движению добираем более крупным объемом. Можно так использовать. Я понял вас. Ясненько. Хорошо, Сергей, спасибо большое за рассказ о текущей ситуации. Ну что, давайте посмотрим на рынок. Как вам видится рынок, что интересного и чего ждете на сегодня и на следующую неделю. Таколе, это будет продолжаться. Хороший вопрос. Докуда оно будет продолжаться? Видим хорошо. Да, вот наш любимый индекс доллара. Вот у нас было изначально то, что когда еще рос, все верили в бакс. То, что предполагалось, они обвалили индекс доллара, еще сильнее, чем росли. Это все в рамках предположений вполне отработалось. Вот сейчас более такой неопределенный момент, они вернулись в исходную точку. Вот этот вот диапазон пытается вернуться, который синими большими линиями отмечен. Это получается 11,7,5,98. И вот здесь вот такой момент X. Как они его могут отработать? Они могут дальше уже успокоиться и вернуться в боковой рынок. То есть без ярких выраженных движений. И тогда жить станет большинству гораздо легче. Могут, соответственно... Вот как я вижу, один из моментов... Наверное, сейчас прямоугольничком его отмечу. Вот. Чего мне рисовать-то будет? Вот, рисует. Вот это вот зона была поддержки при падении индекса. Они ее пробили. Получается ложный пробой. И вышли, закрепились. Обратно. Не могут еще пока сдвинуться. И если они так дальше будут... Я потом позже еще поясню, почему я так думаю. То идея с тем, что глобальное ослабление доллара в 2020 году, которое все ждали, и я его озвучивал, но, скорее всего, отменится. То есть пока вот все еще верят в это ослабление доллара. Но технически вот эта вот размашка вверх-вниз по 300 пунктов, это наиболее вероятно вынос стопов технический. И то, что они сейчас вернулись в исходную точку, отсюда может быть полет. Но если это только на вынос стопов, такие вот шпильки по 300 пунктов, то движение, скорее всего, будет пунктов по 1000. Даже по индексу доллара. Вот в какую сторону, сейчас пока сложно сказать. Но можно быть готовым к тому, что 2020 год нам покажет там движение сроднее 2014-му или 2008-му, когда пары летали на тысячу-полтора пунктов и даже не думали. А в 2014-м, например, тот же Евробакс, он сколько получается? У нас почти 3000 пунктов с середины мая после смягчения политики отвалился. И если будет какое-то явное выраженное движение уже в баксе, можно будет попробовать ловить его трендово. Но пока мы наблюдаем только лишь его. Вот он наш евро-доллар. Тема вечная, интересная. Да, то есть у него картинка обратно пропорциональная тому, что мы видим в индексе. Вот они его. Тут получается пробили вот эту зону, в нее же вернулись и пытаются тут удержаться. То есть основная зона консолидации, это вот она. Здесь вот. Так. И... Так, что он мне не хочет рисовать-то? Я решу. Так. И вот здесь вот тоже очень много собирались заявочки. И относительно так же ее будем смотреть. По евро-доллару картинка пока сохраняется к тому, чтобы от вот этой сильной зоны накопления пойти дальше вверх на ослабление доллара. Канадец у нас вслед за нефтью и как рубль весьма страдает. Каких-то серьезных ожиданий, что он тут сейчас скорректируется вниз на бакс, у меня лично нет. Скорее всего, все коррекции будут выкупаться и он тоже будет идти на север в ближайшее время. То есть, насколько будет сильное движение, пока не ясно. Но тоже может 200-300 пунктов еще спокойно дать в текущей ситуации. Волатильность сейчас очень высокая, сродни 14-15-16-16 годам до Брексита. То есть, то 150 пунктов по паре за день сейчас стало снова нормально. Доллар-иена. Вот она, 1100 пунктов. Но это из немногих пар, которые вполне даже это движение выдержали без топов. Ну, на текущий момент мы видим, что также корректируется в сторону роста доллара. Тут особых не могу дать каких-то прогнозов, так как иена у нас валюта-убежище и по последней тенденции мы видим, что сколько времени не прошло, она свою роль так и сохраняет. Чуть что, сразу все массово валят в иену. если паника продолжится, то будет, скорее всего, вниз движение на юг и даже может обновить минимум. евро еврогена одна из таких достаточно хороших пар на текущий момент выглядит. Достаточно в боковике осталось, несмотря на все эти волнения с коронавирусом. Ну, здесь тоже будет зависеть от развития ситуации. Если паника будет нагнетаться, скорее всего, дальше вниз. Доллар, франк аналогично иене. Возможно, докорректируется до 0.95.30. Ну, а дальше не исключено, что снова вниз. Евро франк так и не может реабилитироваться и продолжать свое невнятное снижение. Поэтому данную пару пока оставляем до лучших времен. Фунт довольно неожиданно получился чуть ли не самым таким вот обиженным. Он шел спокойненько себе там 100-200 пунктов и даже не думал что-то делать и потом по индексу доллара очень сильно отработал волнительные движения в одну сторону и еще реческо отбавлился. на текущий момент по нему коррекция просится хотя бы до уровня 1.27.15 оттуда вероятнее всего тоже можно рассматривать пока продажи из текучей картины технической. еврофунт тут вообще без вариантов в одну сторону сыпется хотя Brexit вроде отошел уже но его место пришел коронавирус чтобы все глобально покатать куда дальше ему падать фунту падать а еврофунту расти тоже непонятно то есть на дневном графике мы видим конкретных зон что у нас есть это 89 89 89 80 там получается ну почти 0,9 уровень то есть вот в этой зоне может рост приостановиться при продолжении но в целом где-то здесь обычно и были проторговки более широкие поэтому прогнозов сильных тут тоже я не вижу куда ему идти и опять же вот сырьевые валюты больше всех страдают то есть австралий тоже без шансов на откат пока еще на коррекцию даже и новый зерландец тоже еще падать есть куда был ближайших расчетных зон собственно поэтому я и по индексу доллара не могу сказать однозначно так как противоречивая картина по остальным парам есть которые пары идут в сторону ослабления доллара а есть которые продолжают еще и падать к доллару и скорее всего ну ближайшую неделю явных движений мы не увидим по разрешению ситуации ну а рубль у нас решил немного скорректироваться но я тоже по нему сейчас не вижу того чтобы продавать доллары в рубли ближайшее снижение если вот здесь на 72 80 не остановится получается у нас просто 72 уровень и следующая наиболее такая вероятная для откупки рубля это 70 с половиной но на нее мало надежд скорее всего от 72 тоже будет продолжать падать рубль у нас поняли вас Сергей спасибо вам большое за вашу точку зрения по рынку мой следующий вопрос пожалуйста коллеги ваши вопросы я тебе могу написать мой вопрос после завершения передачи что будете делать будете включать робот каких-то настройках или будете ждать пока вся история устаканится до конца ну пока я подожду в первую очередь потом посмотрю какие есть дополнительные варианты чтобы по тренду запуститься потом когда успокоится движение тогда уже переходить обратно диапазонным сеточным стратегиям я понял вас то есть сейчас в моменте вы просто продолжите аналитику смотреть на рынок и уже по ситуации будете когда там сегодня в понедельник вторник это уже другой вопрос ну да скорее всего следующую неделю только лишь искать точки входа сегодня пятница тут уже если вне рынка лучше подержаться дальше я понял вас ясненько сегодня скорее всего уже у вас входов не будет понятно Сергей чемпионат мира по трейдингу у вас зарегистрирован счет начали ли уже торговлю или еще пока не приступили ну на текущем фоне пока ждет своего часа я понял то есть когда вы начнете на основном счете торговли тогда начнете там то есть там пока нулевые показатели ну в смысле депозит начальный лежит и все пока больше сделок нет никаких да лучше переждать чем лишний раз минусить в погоне за прибылью конечно конечно тем более до первого этапа кубка еще у нас 18 дней так что так сказать есть время еще показать на положительную доходность ясненько спасибо большое Сергей вам за ваш обзор вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня благодарю взаимно всем доброго дня дальше спасибо до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...